Всем привет, с вами Лев, и сегодня я бы хотел показать свою новую сборку на версии 1.12.2. Действительно, я первый раз создаю сборку на этой версии, конкретно большую, то есть не маленькую какую-то сборку, там не знаю, пару модов тестовых каких-то. Ну, то есть просто для теста, просто чуть-чуть поиграть, а то есть конкретно вот прям хорошую большую сборку, которую я еще и записывать буду. И действительно, в принципе, я думаю, это получится интересно. Я уже вижу на карте какой-то кратах, и мне уже интересно, что там происходит, как и вам, наверное, поэтому я туда поплыл, да. Сегодня я хочу показать, что за моды здесь есть, рассказать, что это вообще за сборка, про что и так далее, потому что все-таки это, наверное, основное, что в этом видео и должно быть, да и в принципе, немножечко поиграть, показать, что вообще здесь есть. Это у нас метеорит какой-то, да, типа того, да, это у нас, я не помню, как этот мод называется, это у нас называется Applied Energetic 2, по-моему, называется мод. Вот, я не помню точное название, но как-то так, да, Applied Energetic 2, как-то так, да, ну, вы поняли меня, я думаю, вы все поняли, что за мод, да. Ну и в принципе, там есть еще деревня. Короче, давайте я начну вообще рассказывать, что за сборка, про что и так далее она. Как вы видите, здесь много уже реалистичных модов, да и в принципе, может быть, это не все, конечно, заметили, но здесь действительно много реалистичных модов, да. Здесь как бы много животных, здесь как бы есть вот такая вот анимация, здесь еще есть всякий ветх и так далее, да. Я просто отключил погоду, да, я в принципе ее могу включить. Как ее включить, сейчас вспомню, вот так вот делаю и сейчас, возможно, даже дождь пойдет. Это, конечно, не точно. Вот, смотрите, листва везде появилась, да, это, в принципе, я просто убирал, да, потому что дождь появлялся постоянно. Ну да ладно, да, это что такое? Земляной Аегис, нифига себе, да. Я вот сам не понимаю, что это за мобы, да. Я понимаю, какой это мод, но я не понимаю, что это за мобы. Появились какие-то херы. Вроде нормально. Ну, кстати, они на меня нападали в прошлый раз, но я их тогда ударил, поэтому ладно. Это какие-то защитники, да. Беру сундук и я вижу меч края, еще всякие крутые вещи. Блин, они капец шумят, блин. Да, это вообще жесть какая-то. Хорошо. В принципе, это стандартная деревня, ну, практически, да. Тут какие-то мобы реально странные летают. Ну и давайте пойдем дальше. Особенность этой сборки в том, что она вообще была про индустриальные моды изначально. Сейчас, конечно, не похоже то, что здесь индустриальные моды. То есть, здесь как-то похоже на какую-то реалистику, не знаю. На какие-то хаткорные моды. Но никак не на, никак не на, не на индустриальные моды. Но здесь индустриальные моды это основа. То есть, здесь все разбавлено вот этой реалистикой всякой красивой и так далее. Да и в принципе, как вы уже, наверное, начали замечать, то что здесь куда ни посмотришь, здесь кругом какие-то руины, какие-то то ли данжи, то ли что. Какая-то вообще статуя с лицом, блин. Там, если что, ничего нету. Я смотрел, да, я пробовал выживать. И вроде действительно ничего нету, да. Ну и какие-то, видите, руины. То есть, куда ни посмотришь, везде что-то нестандартное увидишь. Да. И это особенность сборки, да. Здесь действительно, здесь везде данжи будут и так далее. Но, кроме всего, здесь будет много пушек, оружия всяких и так далее. То есть, здесь много будет мобов умных, которые будут по тебе стрелять. Всякие мини-боссы и так далее. То есть, здесь действительно получится очень интересно в этом плане. Да. Ну и в принципе, вот это у нас билдкрафт с нефтью, да. Форесты это деревья. И дастил крафт это, в принципе, ну стандарт. Это почти во всех сборках есть. Но у меня, правда, во время хаткора не было этого дела, да. Да, с крафта не было во время хаткора сборки, да. Кстати, я ее скоро буду заканчивать. Скорее всего, будет только одна серия еще финальная и все. Возможно, парочку серии запишу. Не знаю, как получится, да. Потому что все-таки большие перерывы. Хочется уже закончить это все дело. В принципе, если так походить сейчас и заметить внимательно, здесь нету некоторых модов. Как минимум, двое. Это индикатор для мобов и показывание блоков. Что это за блок, из какого мода и так далее, да. Можно ли быть или нет. То есть, вот этого здесь не хватает, да. В принципе, вот как-то так, да. Но это, естественно, пока что все тестово. Как по мне, сбоку готово только наполовину. И здесь еще может все что угодно поменяться, да. Возможно, моды на животных уберутся. Возможно, еще что-то. Возможно, вообще все поменяется. Я не знаю. Сам еще пока что здесь будет. Это у нас был шанс куб. Да, мне какой-то опыт попался. Это типа лаки блока, если что. Шанс кубы, да. Это типа такой мод, только... Ну, типа лаки блоков, да. То есть, действительно интересный мод. Как бы он поинтереснее лаки блоков будет. Ну, ладно. Тут дерево у нас какое-то. Я думал, здесь какие-то сундуки будут. Ну, да ладно. Ой, видите, какой-то то ли мост, то ли что. Я вот это не понимаю. А, нет, это вниз. Это вниз куда-то. Так. Ой, тихо, тихо, тихо. Ёпта. Херачат. Так. Порох. Порох и кости. Хорошо. Так, отлично. Поднимаемся. То есть, здесь куча данжей. Видите, дом ядышком. Здесь еще какой-то данж. То есть, здесь вообще вот это... В этом плане здесь очень круто. Сейчас вы спросите, что наверху написано. Какой-то blue, yellow, какие-то боссы или что. Это, типа, замки. Видите, там замок, если в ту сторону пойти. Это будет замок, наверное, синих или желтых. То есть, как бы они воюют между друг другу. Потому что они, как бы, разных цветов. Да, типа, под разным флагом. Да. Это у нас синие. На другом краю, наверное, желтые. Но это не точно. Но они, естественно, будут враждовать против меня. Это вообще мини-босс какой-то. Да. Надо валить отсюда. Короче, как-то так, да. Короче, первый этап был про индустриальные моды. Второй, это реалистика пошла. Всякие пещеры обновлены. Все на свете здесь обновлено. Короче, здесь действительно огромная просто сборка. В этом плане. Сколько здесь модов? Модов здесь, по-моему, под 70. 74 мода здесь, да. Это действительно много. Да и, в принципе, естественно, это все меняться будет, да. Ну, как бы, важно не количество модов. А сколько они требуют. Ну, требуют сил твоего компьютера, да. Так сказать. Да. Вот какая-то херовина летает. Да, то есть, у меня сейчас FPS меньше 60. Я не знаю, это видео, скорее всего, вообще в 30 FPS будет. За это я, естественно, извиняюсь. Или 60 мне тоже будет лагать. Я, естественно, извиняюсь за это. Потому что, ну, как бы, тут ничего не поделаешь. Моды требовательные. Но, в принципе, я, наверное, моды уберу. Потому что до того, как я поставил 3 новых мода, у меня, в принципе, FPS 80 держало. Поэтому, в принципе, это все дело поправимо, надеюсь, да. Лодки всякие, как будто в 1.13 играю. Вот честное слово. Да. Всякие крутые обновленные пещеры. То есть, они более открытые. Зомбаки, которые будут тебя херачить. Я, в принципе, вы это все увидите. То есть, здесь есть всякие военные базы. То есть, тебя будут стрелять. То есть, ты можешь просто гулять по миру. Тебя будут какие-то чуваки стрелять, пытаться убить. То есть, это не связано к моду про военные базы. А вот, кстати, и военная база. Да. Ну, тоже там другой мод. Тоже на оружии. Там тоже будут тебя стрелять постоянно, да. В принципе, вот как-то так, да. Ну, естественно, это все будет еще настраиваться. То есть, как бы, я думаю, вы это понимаете. Прекрасно, да. Эти палки, если что, на 5 урона. Как вы видите, почти. Поэтому, в принципе, ими можно и бить. Это у нас, типа, заправки или, я не знаю. Или что это такое. Они, если что, с пушками зомби. Поэтому, как бы, это опасно. О, дротики. Это что, я херачиваю, типа? А как мне сейчас бить их? Меч, меч, бечь. Меч. Меч, меч. Меч, есть. О, палка выпала. Отлично. Штаны одеваю. Так, чтоб тебя вали отсюда. О, пропал спавнер. Черная херовина, это был спавнер, если что. Да, которая внизу была. Ее никак сломать нельзя, насколько я понял. Так, хорошо. Всякие ресурсы, как видите. Убиваешь зомби, получаешь ресурсы. Сейчас, наверное, скажете то, что это немножко нечестно. Но, в принципе, так-то это все честно. Потому что здесь даже алмазная бронька тебя не спасет, если честно. Потому что, когда в тебя начнут стрелять, тебя реально ничего здесь не спасет. Да и, в принципе, в шахту сходить здесь достаточно, ну, реально сложно. Да. Ну и, в принципе, окей. Это у нас мини-босс. Я его сейчас убиваю и получаю с него меч. Неплохо. В принципе, видите, уже достаточно хаткорно. То есть, здесь как бы просто так не погуляешь. Ну, как бы я эту сборку тестил, я знаю то, что здесь ожидать. Здесь реально будет жестко. Так, тем более, я еще добавил новые три моды, как бы тоже, которые усиливают эту хаткорность. Поэтому с ними я еще не тестил. Поэтому я не знаю, что здесь ожидать. Да. Здесь есть куча пушек. То есть, как вы уже, наверное, поняли по валедам и так далее. То есть, здесь очень много всякого оружия будет. И транспорта и так далее. Поэтому здесь будет весело. Да. Ну и также здесь будут индустриальные моды, до которых надо еще добраться. То есть, в первых северах, которых я начну выживание по этой сборке, там точно будет не до индустриальных модов. То есть, это пару сей точно. Сей 3-4, наверное, уйдет на то, чтобы просто элементарно начать развиваться. Это что такое? Это что за рыба? Нихера себе. Вы видите, это что за херовина? Что? Из нее вот эта херовина выпала? Не херовина, а конь этот. Чтоб тебя, что происходит? А, оно меня сосет. Ой, я его убил. Нифига себе. Что это такое вообще? Я такое видел только один раз здесь. Так, это что? Ну, это вроде не данж. Да. Блин, мне кажется, у меня не выдержит вообще запись. Это вообще жесть какая-то, а не сборка, да. Наверное, анимацию выключу, может быть, немножко поможет. Да, ну то есть, смотрите, я просто здесь летаю, и посмотрите, сколько здесь данжей. Мне кажется, я даже перестарался. Возможно, я это уберу. Поменьше сделаю. Обсидиана, стальной слиток. Вот из какого этого мода, я пока что еще не понимаю. Потому что не стоит мода на показ модов. Да, это гениально. То есть, здесь алмазная броня, она тебя вообще никак не спасет. То есть, как бы вы даже не думайте, это вообще не спасет вас. То есть, здесь не надо прям конкретную броню какую-то военную и так далее. Да, здесь она благо есть, как бы, и так далее. Что еще могу показать? Наверное, я не буду их бить обычным алмазным мечом, потому что это скучно. Вот такие вот моды, да. То есть, куча вот. Вот так вот страницы покажу, да. Может быть, вы узнаете эти моды по картинкам. Ну, Эндер Хайо есть, да. Этот мод я вообще не знаю, про что он. Я знаю примерно, но как бы полностью вообще про что он. Я не знаю, да. Поэтому будем, ребята, разбираться, да. Вы, надеюсь, будете помогать мне в комментариях и так далее, да. Вот всякая бензопила, всякие пушки и так далее. Здесь еще мод на фланц будет стоять на оружие. Ну, то есть, я думаю, вы знаете, что за мод. Это что такое? Нихера себе стреляет. Ахиеть. Бац. Бац, 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 бац. Просто всех уничтожил. Из этой базуки. Это реально жесть. Вот бензопила, например. Взял, пришел, воспитил. Воспитил. Так она еще пилит блоки, кстати. Вот это тоже надо не забывать. То есть, она достаточно жестко пилит блоки. Да. Я, правда, в креативе, но все-таки. Есть еще всякие крутые моды. Там, не знаю, броня и так далее. То есть, это тоже очень все круто. И как бы здесь, кроме индустриальных модов, как бы пока мы дойдем там до экран, до квантовой какой-нибудь брони. Нифига себе, он что, помирает что ли? Пока, короче, дойдешь до этой квантовой брони и так далее, ты как бы сможешь реально тут повеселиться всякими пушками и так далее. То есть, и стараться как бы действительно получить ее, потому что здесь действительно будет не так уж и просто это все сделать. Тем более, с новыми генерациями пещер и так далее, да. Ну, короче, я думаю, вы смысл поняли, да. Это видео такое себе, естественно, получилось, потому что все-таки я здесь как-то запинался. Я, наверное, буду выездать часто и так далее, да. Но все-таки лучше, чем ничего. Все-таки лучше записывать такое, чем вообще не записывать. Да и, в принципе, мне кажется, видео это все равно интересное получилось. Да. В принципе, это такое типа мини-обзорчика было. В основном я просто показал, что здесь в мире происходит, да. Граната с рукояткой. Ну-ка. О, что такое? Это типа отпрыгивает. Нифига себе. Есть обычная граната даже. Смотрите. Опа. Кинул, 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 кинул. И сейчас будет взрыв просто будет. Просто бомбарю все тут. Да. Это, конечно, круто. Ну, я думаю, вы реально заметили, что здесь много геористичных модов и так далее. То есть, действительно, здесь вот этого просто хватает. За глаза. Здесь, кстати, со спавном какие-то проблемы. Во-первых, здесь очень много животных спавнится. И еще монстров мало. Иногда. Но так-то, в принципе... Ну, то есть, ночью ты здесь гулять можешь. Осторожно, но можешь. Да. Вот это, конечно, минус. Но как бы в пещерах и так далее, там уже не скроешься нормально. Да. Корова, бэби. Выпала. Мне там что-то на английском пишут. Короче, это действительно интересная сборка. Да. Вот мне бронька выпала. Просто из лаки-блока этого. Шанс куба. Так. Ну и, в принципе, где моба, я не знаю, да. Еще здесь в воде очень хаткорно. То есть, здесь прям плаваешь, и тебя любая рыба может просто схватить и съесть, блин. Да. Вот как-то весело, да. Вот так вот получается здесь. Да. Ну, я не знаю, с чем связано, но почему-то здесь нету мобов нормальных. Да. Смотрите, просто корова поджигается. Офигеть. Первый раз такую пушку вижу. Вау. Вот это да. Я такой первый раз вижу. Я нигде такого не видел. Короче, у меня сборка уже дико лагает. Мне, видимо, надо все-таки ее дальше разрабатывать и оптимизировать, потому что действительно у меня сейчас запись просто 30 фпс еле держит. Это что, летучая мышь какая-то? Она, кстати, агрессивная, это я знаю. Так, или нет? Ну, реально какая-то летучая мышь, и не маленькая. Иди сюда. Есть. Ой-ой-ой, херовина! Это что такое? А ты что такое? Первый раз тебя вижу. Рыба из него выпала. Нифига себе. Короче, ребята, я думаю, я и так затянул видео. Нифига себе. А, это эти самые. Это эти самые. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Твою мать! Бегут эти средневековцы! Где пушка? Пушка есть. Ай-яй-яй! Тихо. До свидания. До свидания, пацаны. Все, у меня пушка кончилась. И значит, то, что это видео тоже, потому что мне сейчас жопа будет. И без разницы, в алмазке я... Не в алмазке, я даже вам покажу. Сложность нормальная, как бы, если что стоит. Давайте, я валю. Давай-давай. Стараюсь действительно их убить. Возможно, получится, но это вряд ли. Так. Ой-ой-ой-ой! Нихера себе! Тихо-тихо-тихо-тихо! Полегче-полегче, пацаны! Полегче! Полегче! Ёпта! Они прям фигачат, смотрите, прям жёстко. Уже половины жизни нету. А я действительно их пытаюсь завалить. Ой, у меня меч выпал. Нет. Вали-вали его. Вали давай. Ну, сейчас, возможно, получится, только босс не умирает. Он бесконечный, что ли? Почему жизни не уходят? Чё за чертовщина? Вы заметили это? Офигеть. Не, чё-то чертовщина какая-то. Надо валить от него. Так. Я на чё-то чертовщина какая-то. Ладно, ребят, в принципе, смысл вы поняли. Да. Это всё, конечно же, ещё не полностью готово. Это наполовину примерно готово. То есть... Ой, ой. Сзади, смотрите, он на меч изменил. Он на меч изменил. Капец. Тут два босса, надо валить, ребят. Валю, 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 ребят. Когда я сдохну, видео кончится. Всё, давайте, ребят. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. Ставьте лайки, там все дела, там, да. И, как бы, оценивайте прошлое видео, чтоб тебя. Чтоб тебя, мне меч выбили. Твою мать, я их ударить не могу. Быстро, быстро. Нет, нет, нет.